Всем привет! Мы начинаем с вами новый влог. Я тут пыталась повторить укладку Victoria's Secret, но мне кажется, тут немножечко по-другому надо было накрутить. Я крутила на 32 мм диаметр плойки. Вот они какие локоны получились. Вот так вроде. И ничего. За свет, здравствуйте. Ну вот тут... Прикольно получилось. Как бы волна. Тут даже больше типа голливудской волны получилась, нежели Victoria's Secret. Ладно, я и добью тебя локонки. У нас уже другой день. Я тут собрала все материалы с сайта Белорис. Выкраску сделаю попозже. Сегодня мы хотим потестировать пудру и потестировать гей-лак, который идет три в одном. То есть и база, и цвет, и топ. Вот мы нанесем. Там один есть очень красивый чернильный. Знаете, такой черный с темными такими вкраплениями. Но в общем плане он смотрится как черничный. Вот как раз-таки протестируем его. Бафики тут, кисточки. В общем, на все оставлю ссылки. И плюс еще оставлю скидку, которую мне дал Белорис на 10%. Да. Так что оставлю. Пока что все это дело активное. Так что, девчонки, пользуйтесь, если захотите. Вот видите, как много всего. Все, пошла я, а то... У меня уже маман внизу. Сейчас я вам ее покажу. Она сегодня как этот... Как вам объяснить? Такая девочка-девочка, летящая такая кофточка. Ну, прям ее стиль. Вот я же сказала, что летящей походкой. Фоткай. Что, хвастайся? Чем? Кофточкой. Кофточкой, да она тут пошла в буднику. Да, в прошлом году нам... На море. Моро. Там было моро. Там было моро. Мне и в две, но одно я переделаю. Как ты ее переделаешь? Ту, которая розовая? Да, которая... Зачем вот так? Ну, так хочу. Все. Подай мне ее. Нет, две одинаковые не будет. Это моя мать. Да, я с передел. Ужас, ужас, ужас. Открывай, открывай ворота. Нафиг. Короче, мы решили педик мой оставить как есть, потому что... Потому что я же тебе говорю, два пальца вот этих вот темных, они хорошо будут сочетаться. Да? Вот. А руки переделаем сейчас покажу. Ну вот, видите, да. На, в принципе, покажу. Мы сделаем такое укрепление, акриловое. А то, что она вот такая вот розовая, ничего? Ну что? Такого цвета. Потому что она такая розовая, но тем как разница. Чем насыщеннее цвет, тем, мне кажется, будет хорошо положиться. Я вот с открытыми окнами ехала, и я как будто только проснулась. Поднять-подняли, а разбудить забыли. Нормально все. А вот эти мне тоже очень нравятся штучки, смотрите, какие. Это что? Это же нефтирка, мам? Что это такое вот? Ну, это такая... Надо посмотреть. Для получения эффекта мрамора хлопья к юки. Юки, да. Это вот... Так, тут кисти, мама джон. Для выкладки геля маленькая, видишь, такая? Так, и бафики тут. Кисти тенель. Тенели. Тенели на Белолисе очень много. И вот такие тенели, я называю. И вот такой вот цветник, глиттер. Вот они. Видите, маленькие такие упаковки. Вот именно вот эти три в одном идут. То есть и... А, это глиттер. Это глиттер маленький. А вот я сейчас покажу три в одном. Сейчас, 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 сейчас. Гель Пулеш глиттер тоже. Ну, пока они, наверное, пусть так. Пока их не выкрасила, да, стоят? Да. Вот. Три в одном, ван степ. Это оттеночек 64. Черный с синим. 64-м еще будем делать. А палец... 64-й? Да. А че, парень, ну давай. А как бы, вот рождение, шучей-то? А че-то так удивилась? Не, ну, я просто про то, что он же считается, как я так поняла, гель и покрытие. Правильно, три в одном? Ну, я только что тебе сказала. Это и база, и топ. Попробуем так, как положено, или все-таки топом перекрою? Перекрою. Я не хочу рисковать. А то отвалится. Не, ну, блин, пущий убедитель. А вот эти вот у них, вот эти вот голубые, это мозаика. Но я вам потом на выкраске покажу. Это надо типсы купить, а мы их еще не купили. А вот эти ты кисточки видела? Такие вот сланки. Вот эти кисточки видела, да, она была полностью приказана. В оргазме. Девочки, кто понял, тот понял. Не, мы, конечно, можем бахнуть еще вот эту наклику, но она, мне кажется, там блески, и это будет перебор. Ну, в следующий раз официально. Ужас вообще. Вот так никогда не делать. Так, ладно, я сажусь к тебе. Да? Я тут уберу эти лодочки, да селедочки. Поплывем с тобой, мы на лодочке. Поцелую тебя, да, как сильное. Море темное, море синее. Поцелую тебя, ах, как сильное. Море темное, море синее. Позывай милицию. Не, 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 ходит нимфетка, посмотрите на нее. Короткое платье, ты вот для кого тут выряжаешься? Что-то я не поняла, не поняла я. Конечно, ты аппетикюр делаешь, и я буду в штаммах, потому что некрасивые. Мне аппетикюр не надо, мне, пожалуйста, перекрасьте ногти, пожалуйста, уберите мне длину. Она, знаете, что сказала? Она говорит, что вот это вот, это уже куриные лапы, представляете? Мне надоели. А, ну это тебе надоели. Замечательно. А ты меня не спросила, да, надоели ли они мне? Ладно, я короткий, я уже сто лет короткий. Я прям хоть темненький, коротенький. Шекши. Вари-вари. Шекши. Вари-вари. Да, шекши-шмекши-шпекши. Шпекси. Да. Так, я все поснимала. Здесь еще, наверное, часы, еще надо снять, чтобы пыль не летела на них. Сейчас посмотрю. Ну все, я пока буду ждать. Ждать мастера. Да, мастера. Кстати, многие сказали, что типа вот эти вот цветники, а лучше по... Девочка написала. По оттенкам разложить, например, красный-красный. Да, да, да. Мне тоже так кажется. Но это я пока просто все не выкрасила, смысл я буду их сейчас разытывать. Да, да. А почему, мне кажется, все равно удобно? Они выбирают красный, а то раз, и все. Ну, знаю. По-моему, мой одноклассник пошел. Я всех тут знаю. Родной район, да. Да зачем ему зону следить? Все. Ну что, девчонки, продолжаем с вами влог. Я, как и обещала вам в каком-то из других влогов, что мы с вами будем сегодня, ну, в одном из влогов, потому что я отдельный макияж не снимаю. Я немножечко, ну, не то, что не вижу смысла. Я не такой мейкап-артист, да, чтобы показывать вам, как красится, в принципе, не особо обладая умением. Понимаете, да? Так, сейчас, секунду. У меня сейчас в ухе вот такой наушник. Я показывала вам вот эти вот наушники от Судио, которые мне приходили. Они беспроводные и находятся вот в таком вот чехольчике. Сами наушники выглядят вот так. Я уже их тестирую достаточно долго. И могу сказать так, что они мне нравятся и по звучанию, и как я слушаю в них музыку. То есть я отхожу на достаточно большое расстояние, и они все равно работают. Как только я отхожу чуть подальше, наушник начинает шипеть, и прерывается сам вот этот вот звук. Единственный минус, который я нашла вот лично для себя, это самый громадный минус, то, что у меня вылетает вот это все из уха. Не знаю почему, вот если я там что-то делаю, могу там подвигать бровями, руками, ногами, и, в общем, он может вылететь. А так, в принципе, наушникам я довольна. Оставлю вам ссылку на них. Сразу скажу, они стоят в районе 10 тысяч. А вот у меня есть другие наушники. Подешевле они получаются намного. Сейчас покажу. Вот такие. Они по типу AirPods сделаны. Вот, видите, вот такие. Они у меня вот, что самое интересное, тоже выпадают. Ну, они звучали, конечно, камнястые. Ну, ладно. Вот эти вот прям самые классные. Я обожаю включить их и, например, укладывать волосы, включить их и краситься. В общем, это прям моя самая-самая любимая тема. Девчонки, ногти. Мы сделали в этот раз вот такие ногти. Это два оттенка. Гель-лаки TNL. Вот на вот этих вот пальцах TNL, которые три в одном. Он, кстати, немножечко так, вернись, я все прощу. Он, кстати, немножечко, вот этот вот гель-лак, он прям очень густой. И он именно дает объем ногтю. Поэтому, если захотите использовать вот такие типа гель-лаки три в одном, имейте в виду, что такие гели, они прям вот объем конкретно дают. То есть, даже этими гель-лаками можно сделать выравнивание цветниками, я имею в виду. Но все равно он перекрыт топом. А вот на вот этом пальце тоже TNL. Я потом выкраску вам обязательно покажу. И тут еще, как они называются, скажите мне, юки-юки вот как-то. В общем, эти блестки, я вам сейчас объясню, как их можно делать. Это мне еще, когда я ходила к мастеру, к своему на маникюр, еще мама не умела делать. В общем, она мне говорила, что есть такие блестки, они юки называются. То есть, если ты их втираешь полностью, они образовывают втирку. Если ты их вот так вот чуть-чуть как бы приминаешь, они как бы делают типа эффект фольги. В общем, мы сделали чуть-чуть, и мне очень понравилось такое ощущение, что тут жук-жук-жук забыла, как называется. Вот. Так что интересно. Но мы еще будем переделать, потому что у нас огромное количество материалов. А выкрашивать на ком-то надо, тестировать на ком-то надо этот подопытный кролик я. Так, значит, смотрите. Видите, у меня тут косметика марки O2O. Вот такая вот косметика. И на самом деле тут большинство мне не понравилось. Так, хайлайтер. Дальше. Тушь для ресниц вот такая. Очень красивая у нее упаковка у туши. Сейчас покажу. Вот так вот вы открываете. И как такой вот раз. Здравствуйте. Так, дальше палетка теней в такой же упаковке. Я вот все сюда буду скидывать, с вашего позволения. Так, это у нас карандаш для бровей просто в ужаснейшем оттенке. Это оттеночек 03 блонд. Но это вообще такой стрёмный блонд. Девчонки, я вам сейчас все покажу обязательно. Вот. Хотя сама задумка неплохая. Так, также у нас тут идет помада, в которой я снималась уже. В каком я ролике снималась, но я его еще не выкладывала. Я просто ролики раньше снимаю, потом уже вставляю конкретные кусочки во влог. В общем, она такая, ну покажу вам обязательно. Осенняя, да, она осенняя, но очень такой интересный у нее подтон. Это такой, знаете, рыжий нют. Так, и консилер у нас тут также идет в оттеночке NS01. На все ссылочки обязательно оставлю. И румяна. Такую вот упаковку. Сами продукты. А, еще, еще, еще подводка для глаз. До свидания. Сами продукты. Давайте начнем с самого интересного. Это с палетки тени. Упаковка. Очень-очень красивая упаковка. Это такой матовый пластик. Сами тени выглядят вот так. Тут такой вот эмблема, я так поняла, их. И оттеночек у нас идет 0,2. Вы посмотрите, во-первых, магнитная упаковка, видите? Посмотрите, как это все красиво выглядит. Видите, да? Цвета тоже такие вот осенние. Но я выбирала из того, что было. Я предлагаю вам сделать сводч. Точнее, я не предлагаю, я делаю уже. Они, знаете, такие тени полушелковые, но у них есть громадный минус. Громадный просто минус. Они плохо наносятся. Я их просто уже тестировала. Смотрите. Они, во-первых, крошатся, осыпаются, плохо наносятся, не передают абсолютно пигмент. Единственный плюс, это вот в этот оттенок он очень хорошо растушевывает абсолютно любой темный цвет. А так тени, к сожалению, несмотря на красивую упаковку, они, к сожалению, не очень. Дальше. Я почему вам показываю сразу все продукты и рассказываю о них, потому что я их продолжительное время тестировала и смотрела, как они ведут себя в жару, как они растушевываются, чтобы вы имели представление о них. Они просто так, я намазалась. И вот, смотрите, девчонки, все красиво, хорошо. Дальше, смотрите, румяна. Румяна в оттеночке 0,3. И вот, знаете, это из разряда Ruby Rose или Golden Rose. Нет, Ruby Rose, которая вот была раньше косметикой. Она даже пахнет так. Сами румяна розовые, такой, знаете, вот поросячий оттенок. И на самом деле они, в принципе, и задумка-то неплохая. Тут у нас идет зеркальце, вот такая вот кисточка довольно-таки приятная, мягкая. Но эти румяна, они наносятся красиво, все отлично, но они куда-то через час буквально испаряются с ваших щек. Я ничего не могла понять. Я уже и раз, и два, и три и наслаивала их в течение дня, смотрела на их стойкость. Но, к сожалению, как бы вот это вот самый-самый весомый минус. Дальше у нас идет тушь для ресниц. Она вот на самом деле очень красиво сделана. Посмотрите, какая вот прям упаковка. Лакшери, лакшери. Я забыла, на что это за кос, девчонки. Блин, ну какой-то люксовый бренд. Тушь у нас с вот такой вот щеточкой. Это не силиконовая щеточка. И сама она по себе достаточно кремовая, но жидкая. И ее самый-самый большой минус, она хорошо прокрашивает ресницы. Но, опять же, у меня нарощенные были, в принципе, сейчас остаются, чуть-чуть осталось там, буквально, несколько пучков. Я могу сказать, что они хорошо как бы прокрашены. Они немножечко даже имеют изгиб. Они ультра прям черные, такие прям насыщенно черные ресницы. Тушь не осыпается в течение дня. Она хорошо себя ведет на жаре. Но она так плохо смывается. Это просто капец. И когда вы ее наносите за счет вот этой вот текстуры, вы можете так себе век заляпать, даже если будете стараться краситься аккуратно. Поэтому как бы не поняла я. Я, кстати, нанесла уже тональную основу на лицо, чтобы не отнимать ваше время. Дальше вот этот вот продукт я 100% себе оставлю. Это хайлайтер. Очень-очень красиво. Пленочка я еще в девственности эту упаковку не лишала в плане снять пленку. Так, смотрите. Красиво, да? Оттеночек 0,5. И, посмотрите. Во-первых, минус то, что крышка не открывается до конца. Но это лично для меня минус. А так, в принципе, я думаю, не для каждого человека. Не каждый человек обратит внимание. Тут у нас холодный розовый и такой более теплый розовый хайлайтер. И вот так они выглядят на свотчах. Они имеют в составе мелкие блестки, но их как бы не видно на коже. Они как бы заполировывают ее. Поэтому я этот хайлайтер оставлю. Очень-очень красивый такой влажный эффект создается. Классно. Мне понравился он. Только единственное, что смотрите на ваш подтон кожи. Если вы по природе смуглянка-молдаванка, то смотрите, что эти цвета более холодные для более холодного подтона кожи. Дальше. Карандаш для бровей. Вот знаете, он очень красивый. Задумка неплохая. И тут такая, знаете, добротная щеточка для вычисла продукта. Но! И сам по себе карандаш микро со скошенным таким треугольным срезом. Но, девчонки! Вы посмотрите, это оттеночек блонд. Вы сейчас просто упадете над этим блондом. Смотрите. Видите? Во-вторых, он жесткий очень. Видите? Но это разве блонд? Это, блин, наравне с тенями. Но тени такие рыжие. К сожалению, я не буду им пользоваться. Потому что даже не знаю, кому его подарить, девчонки. Вот честно, не знаю, кому его подарить. Я не поняла его в плане цвета. Я не поняла его в плане текстуры. Он очень жесткий. Когда вы его наносите, он вот прям, знаете, вы царапаете кожу. Некомфортный карандаш однозначно. Может быть, цвет другой был, но нет. Дальше подводка лайнер. Она у нас идет с кисточкой. Кисточка сейчас в данный момент в черном цвете. Но когда он пришел, лайнер, нужно было нажать на вот эту вот штуку. Но я не буду сейчас нажимать, а то сейчас ливанет эта подводка. Нужно нажать на эту штуку. И потом этот вот продукт, он дозируется на кисточку. Подводка хорошая. Подводка очень-очень-очень стойкая. Даже на жирных веках она держится в жару в течение дня. Можно нарисовать тоненькую линию, можно нарисовать потолще. И эта подводка очень хорошо рисует на тенях. Имеет кисточку вместо фетрового наконечника, если вам это важно. И она достаточно такая вот жидкая, но она очень быстро схватывается и становится матовой. И она прям черная, не серая. Дальше, консилер. Сейчас мы его с вами будем наносить. Я не поняла его немного. Вот знаете почему? Объясню. У меня оттеночек 01, NS01. Мне понравился спонж. Я люблю такие спонжи. Оттенок. Несмотря на то, что это самый-самый светлый в упаковке. Посмотрите, как он выглядит в упаковке. Посмотрите, как он выглядит по факту на свотче. Но в упаковке он более холодный, чем на свотче. Во-вторых, текстура. У него текстура больше пластилина. Нежели какого-то маскирующего продукта. То есть, видите, он как бы растягивается за пальцем. В принципе, маскирует-то он неплохо. Если у вас есть прям синие круги, он хорошо подстраивается. Но его видно на коже. Я вам сейчас покажу. Его видно на коже и он не фиксируется. Он скатывается, если его не припудрить. Видите, какой он прям светлый-светлый. И я не пойму, нравится он мне или нет. Мне кажется, он мне больше не нравится, чем нравится. Но я его доиспользую. Потому что, ну, в принципе, если комбинировать... Даже вот так распределить спонжиком неплохо. Если комбинировать с вот таким вот консилером более легким и более светлым... Например, у меня есть арт-визаж. Ой, арт-визаж эстрадный. В принципе, это одно и то же. То нормально. И последнее, что у меня тут было. Это помада в оттеночке VML03. Вот такая. Тоже красивая упаковка. Ничего не скажешь. Цвет, ну, так скажем, на любителя. Такой кирпично-теплый. Он желтит зубы. Он плохо ведет себя на губах. Первый час он смотрится красиво. Но потом, спустя время, он трескается на губах. То есть, в плане комфортного нанесения эта помада очень плоха. Очень-очень-очень. Она сушит сильно губы. И если сравнивать ее с какими-то карандашами, которые идут с матовым таким эффектом, но которые более подвижны на губах, то есть, попили водички, попили кофе, а не съелся этот карандаш, то лучше уж использовать такие продукты, нежели вот это. Потому что трескается и очень некрасиво. Особенно, если вы рисуете миллиметр в подарок. Так, ладно, я вам все показала. И кулек. И я приступаю к макияжу. Мы с вами сейчас что-нибудь наваяем. Ну, такое легенькое, ненавязчивое, чтобы я, знаете, не страдала фигней всякой разной. Ну, погнали. Субтитры подогнал «Симон»! 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 «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!